Всем привет! И сегодня на канале Стране Чудес мы с вами будем готовить самый простейший рецепт речи. На и простейший рецепт, минимум ингредиентов, с которым справится любая хозяйка, которая даже никогда не варила никаких варений и солений. Поверьте мне, это самый-самый простой рецепт, минимум ингредиентов. Итак, для этого нам понадобится перец. У меня здесь 5 килограмм чистым весом, нечищенный, еще даже не мытый. Соль, сахар и томатная паста. Все! Больше абсолютно ничего не нужно. Все остальное можно добавить по вашему вкусу. Я расскажу, что туда можно добавить. И в конце будет еще один сюрприз. Я хочу кое-что добавить в речи, но я даже не представляю, что это может получиться. Такой секретный ингредиент, который в конце мы обязательно добавим в маленькую баночку и попробуем, что у нас из этого получится. Поэтому досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Итак, поехали! Начинаем с чистки, мойки перцев и сразу же их режем как хотим. Хоть соломками, хоть кубиками. Вот как хотите, так и режете. Поехали! Перцы мы помыли, почистили. Получилось вот так. Теперь я буду их нарезать соломкой. Вот такие две большие миски у меня получилось уже порезанного перца. Кто-то может подумать, что они могут не поместиться в 5-литровой кастрюле, но я вас уверяю, они там поместятся. Вначале закладываем одну мисочку. Перцы хорошенько увариваются, упариваются, становятся меньше. И потом потихоньку всыпаем еще из одной миски. Ставим кастрюлю на плиту и выливаем в нее либо томатную пасту, разбавленную до состояния томатного сока, либо выливаем томатный сок. У меня здесь 2-литровая пачка томатного сока. Вот именно всю, вот все 2 литра в эту 5-литровую кастрюлю я выливаю. Все до капельки. Сейчас еще буду выжимать пакеты, чтобы все до капельки. Знаете, анекдот есть такой. Ну, киса, ну хотя бы капельку. Хотите, расскажу. Это значит, у женщины был муж-алкаш. Вот. И ей посоветовали, значит, водку бросить черную дохлую кошку. И муж сразу бросит пить. Приходит она на следующий день с работы. И значится, что она видит. Сидит ее муж, пьяный, в хлам. Она выжимает эту черную кошку. Выжимает. Ну, кисонька, ну пожалуйста, ну еще одну капельку. Ну, вот такой вот черный юмор. Так вот. Стараемся сделать так, чтобы наш сок начал кипеть. И сразу же в этот же сок добавляем чайную ложку соли. Чайную ложку соли. На 2 литра этого мне лично достаточно. Вот дальше все по личным предпочтениям. То есть чайную ложку соли добавить обязательно на 2 литра. Либо томатного сока, либо разбавленной томатной пасты до состояния сока. Такую пасту разбавляйте, чтобы она все-таки не жиденькая была. Прямо водичка. И вот сахара, сахара добавляйте столько, сколько вы считаете нужным. Я люблю лечо, чтобы оно было сладенькое. Поэтому я добавляю сахара столько, сколько я добавляю. Я могу целый стакан туда высыпать. Если мне будет не сладко, я туда добавлю еще сахара. То есть добавляем сахара и соли по вкусу. Если вот вы добавили соли, и вы считаете, что сахара вам не надо много, то буквально 2-3 столовые ложки сахара, это вот за глаза и за уши. Но я буду добавлять, я буду все вот это помешивать, перемешивать и пробовать, чтобы было сладко так, как мне надо. То есть чтобы это было не варенье, конечно, из болгарских перцев, но чтобы мне было сладенько, а не кисленько. Вкуснятина. В общем, сахар я сыплю вот так вот на глаз. Сейчас это все размешаю, попробую. Если мне будет этого достаточно, хорошо. Будет мало, я добавлю еще. Так как я люблю, чтобы лечо было погуще, я все-таки в томатный сок, в 2 литра томатного сока, буду добавлять еще томатную пасту. Правильную томатную пасту. Сразу хочу сказать, вот, смотрим состав. Так, томатная паста. Все, больше в составе нет ничего. Вот это правильная томатная паста. Все остальное, это кое-что на лопате, а не томатная паста. Всегда смотрите состав. В томатной пасте должна быть только томатная паста. Итак, выливаю стакан кипяченой воды. И вот здесь вот банка, она 380 грамм. Вот это вот все разбавляю до состояния сока. И вот в этот вот уже добавленный 2-х литровый сок, вот это вот все сейчас добавлю. Но, когда вы будете добавлять, если вы будете добавлять именно томатную пасту, или вы возьмете большую банку томатной пасты, и будете разводить ее до состояния томатного сока, то учитывайте, что томатная паста обычно всегда очень кислая. И сахара на это понадобится гораздо-гораздо больше. То есть вот всего лишь навсего стакан воды. То есть это будет не просто томатный сок, а это будет такой очень густой томатный сок. И уже сразу... Так, что там, что-то упало. Буду добавлять сахар. Опять же, я добавляю всегда сахар вот на глаз. Понимаете, я его никогда не измеряю. Я это пробую. Я просто это пробую. Я знаю, что то, что сейчас я добавила, это очень-очень-очень мало. Так, понятно, что у нас тут попало. Это у нас животные, которые у нас тут летают. Могу представить, кто увидел, как это было вам приятно. Ну, и такое случается. Ну, благо, это животные очень маленькие. Вот такая вот. Так как у меня уже добавлен томатный сок, он жидкий. Вот до такой вот кашицы я разбавила. Если бы я делала только из томатной пасты, я бы добавила воды еще побольше. То есть вот такая консистенция должна быть у томатной пасты. Если мы добавляем в сок. Если будем варить только из томатной пасты, значит банку берем больше. То есть я не знаю, какие там 900-граммовые банки. То есть большие банки на 5-ти метровую кастрюлю. И тогда чуть-чуть пожиже делаем. Потому что еще из самих перцев тоже будет выделяться сок. И этот сок сделает пожиже эту томатную пасту. Естественно, сахар. Обязательно сахар пробуем. Как вам кисленько нравится, сладенько нравится. То есть вот таким вот образом. Все-таки решила показать томатной пасты, потому что некоторые, к сожалению, не понимают, что с этим делать. Вот это вот я сейчас еще буду добавлять в кастрюлю. У меня уже практически закипел томатный сок. И потихонечку я еще сюда добавляю томатную пасту. Потому что я все-таки привыкла делать именно с томатной пастой. Сок это уже, как говорится так, стратегические запасы чего-нибудь. Вот так вот все это дело. Все это перемешиваем. И получается такая очень густая водичка томатная. То есть это можно, конечно, сделать и с помидорами. То же самое. Накрутить помидоров на мясорубке и сделать томатную водичку. Но с томатной пастой, либо с соком, мне нравится больше. Вот теперь консистенция меня устраивает. То есть это очень густой томатный сок. Единственное, что сейчас еще буду пробовать на сахар. И смотреть, добавят мне сахара еще или нет. Вот если кто-то видит, что у меня здесь рыженькая водичка. Нет, она красненькая, как томатный сок. Просто я уже говорила неоднократно, что, к сожалению, цифровые камеры очень сильно не дружат с красным цветом. Поэтому здесь все нормального томатного цвета. А не вот такого какого-то оранжево-морковного. То, что я вижу в камеру. Вот так вот. Сейчас это закипит. И сюда уже тогда будем закладывать перец. Ну и не забываем попробовать на сахар. Ну вообще на вкус. Потихоньку, не спеша. Всыпаем все перчики. Не торопимся никуда. А то сейчас обляпываемся. Это вот первая мисочка. То есть это половина того, что у меня было. То есть это два с половиной килограмма перцев. Если это можно так назвать. Так. Вот теперь это все надо перемешать. То есть кастрюля уже полная. В принципе. Но вот теперь вот этому надо дать закипеть, потомиться. И вот этих перчиков здесь вдруг самым неожиданным образом станет гораздо-гораздо меньше. Будем добавлять еще. Я делаю именно так. Никак иначе. Ждем, когда это все. Чуть-чуть огонечек прибавляем. Под закипит. И надо потомить где-нибудь так полчасика максимум. Пока у меня варится первая партия леча. Сразу, кстати, хочу сказать. Вот как только забурлят. Проверьте опять на сахар, на соль. Потому что перцы дают свой сок. Проверьте. Может быть вам надо добавить соли. Может быть сахара. Делайте все исключительно по своему личному вкусу. Если считаете, что нужно добавить соли, добавляйте соли. Если считаете, что нужно добавить сахара, добавляйте сахара. Покажу вам, как я стерилизую в банке. То есть у меня просто ковшики. Баночка там. Крыжечки вот таким вот образом я стерилизую. И вот таким вот образом. Все уже стоит готовое к труду и обороне. Ждем. Надо вот закипели перчики. Надо, чтобы они покипели хотя бы полчасика. Побурлили. Я вам покажу, как я сюда еще целую миску перцев вмещу. Итак, можно сказать, первая партия леча у меня прокипятилась. Что я делаю? То есть, как вы видите, в кастрюле-то меньше места не стало. Баночка у меня уже простерилизована. Я беру вороночку с широким горлом, чтобы тут свинячество не устраивать. Вороночку я тоже простерилизовала. Неудобно мне это делать левой рукой. И сейчас я буду стараться поменьше брать сока. И сейчас я буду освобождать место под вторую мисочку с перчиками. Девчонки, у кого нет воронки с широким горлом, я настоятельно рекомендую купить вещь в хозяйстве просто незаменимая. Я уже снимала на это дело обзор. Был как-то у меня обзор. Но мне прислали не того цвета. Сейчас еще раз заказала зеленую. Но я уже говорила по поводу того, что у меня бзик на цветовой гамме на кухне. То есть, я люблю, чтобы там было оранжевое, либо что-нибудь зелененькое. То есть, как вы видите, перчики дали еще сока. Так. То есть, вот эти первые перчики, первые баночки, они будут такие похрустящие. Так. 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 Вот сейчас две банки, буквально две банки я закатаю всего лишь навсего. И дальше уже высыплю оставшийся перец. Так. Проверяем. Проверяем. Как я уже сказала, воронка у меня тоже простерилизована. Полностью простерилизована. Так. Оставляю. Еще чуть-чуть. Ну, просто мне неудобно. Понимаете, у меня тут камера стоит, чтобы и свинячество мне не устроить. И вам показать, что я делаю. Ну, вот. Насвинячила все-таки. Насвинячила все-таки. Все. Баночка у меня полная. Можно закрывать. Ну, тот, кто пытался накладывать лечи, да, в баночки, знает, что это такое. Так. Крыльечку, крыжечку. Крыжечку. И для полного счастья. Так. Для полного счастья у меня есть еще силиконовые прихватки, чтобы закрыть эту баночку. Так. Вот и все. И можно сразу переворачивать. Ну, и так продолжаем делать. Ну, немножко, конечно, насвинячила. То есть, я надеюсь, понятно. Сейчас вторую баночку закатаю, чтобы мне камера не мешала. И уже высыплю все остальные перчики. И уже все остальное будем закатывать по всем баночкам. И так я закатала всего две банки. Одну почти литровую, одну 700-граммовую. У меня освободилась практически половина кастрюли. И вот теперь я высыпаю вторую миску перцев. Вот так вот. Отлично просто. И как вы видите, у меня абсолютно все влезло. Вот такая вот, девочки, хитрость. Вот такой вот лайфхак. Вот теперь вот это все перемешиваю. Сейчас опять же вот это все перекипятится чуть-чуть. То есть, как только закипит, опять проверяем на соль и на сахар. Если считаем нужным добавить какой-то из этих ингредиентов, добавляем. И опять кипятим полчаса или можно даже побольше. Но больше 40 минут я не рекомендую. Потому что это уже будет не леча, а просто каша из болгарского перца. Все-таки перчики должны немножечко так хрустеть. Я так считаю. Вот так вот. Вот так вот все просто. Все дальше катаем все по банкам. Вот такое количество баночек у меня получилось из 5 килограмм болгарского перца. Собственно, сегодня я вам сняла рецепт леча, который идет именно за катки в банки. Вот, как вы понимаете, классическое венгерское блюдо готовится обычно как блюдо для обеда или ужина. И какой же интересный секретный ингредиент туда иногда добавляется. Когда леча готовится по классическому, скажем так, рецепту, когда туда добавляется лук, морковка, венгрии иногда добавляют туда кусочки копченого мяса. То есть это совсем другой вкус, как вы понимаете. В банке это, я думаю, вряд ли кто-нибудь будет закатывать. А вот как самостоятельное блюдо, именно на ужин или на обед, можно вполне себе приготовить. Так что, если кто-нибудь на досуге захочет приготовить на обед или на ужин нечто такое, то, в принципе, рецепт классического леча, я думаю, знают все. Просто добавьте туда чуть-чуть копченого мяса и получится очень интересное блюдо. Собственно, на этом сегодня все. Если у вас есть какие-то интересные рецепты леча, обязательно пишите внизу в комментарии под видео. Может быть, вы что-нибудь еще интересное туда добавляете. Либо как-то это делаете иначе, не так, как я. Обязательно делитесь своими рецептами в комментариях. Ну и вообще пишите свое мнение. Ну а на этом сегодня все. Всем приятного аппетита, мира и добра. И пока-пока. Продолжение следует...